очень плохая торговля сколько раз делку не залетал все время ликвидирует чувак но как же туза мун туза мун какой нахрен туза мун все что нужно это просто ходлить всем привет на канале крипто комманс это короткий быстрый обзор что происходит по рынку хочу вам сказать друзья мне самому сегодня было страшно я вот тут уже думал под разгрузиться чего-нибудь там переходжировать часть профита оттуда переложить сюда но потом поехал делать дела отвлекся на переезд и вот уже вечер открываю график и вуаляшка бычье поглощение мы уже долбимся в сорок одну тысячу по биткоину локально картина очень позитивная глобально ничего не поменялось все еще стоим на том же уровне посмотрите да и кстати самое примечательное что сейчас происходит то что dx white тоже прет наверх то есть мы говорили вчера на стриме на криптогоне о обратной корреляции да и делали пост телеграме что это грубо говоря либо dx и растет индекс доллара либо крипто и все активы но мы сейчас видим что растет все то есть по ходу это сезон всего all season который поэтому да смотрите да кстати у нас в телеге был скам-алерт я надеюсь что все таки мне не глупые товарищи но тем не менее под нашим видом всякого такого распространяют смотрите выглядит точно как наш канал 35 тысяч подписчиков с тем лишь отличием что просмотров всего 9 11 у постов и посты такого рода что типа чуваки давайте инвестируйте мы вам денежек сейчас бесплатных раскидаем и народ на это ведется реально мне человек написал типа что его со скамер и говорит блин грини это что не твой канал конечно же нет это не мой канал смотрите чего они постят якобы выплаты нашим инвесторам 738 тысяч долларов я за ради интереса зашел на транзакцию то на блокчейне чуваки эта транзакция просто с типа свои биткоины или с биржи когда кошелек сам себе отправляет вот 18 биткоинов видите вот этот 63 к в отправляет сам себе то есть он отправляет кому-то другому на 19 биткоина но типа возврат идет остаток к нему короче это полный бред полный скам я надеюсь что вы ребята у меня не глупы но на всякий случай для новичков повторю мы никогда ни у кого не просим денег ни в какое доверительное управление никаких платных чатов сигналов ничего такого нет у нас все абсолютно бесплатно и вот такого рода скам если вам попадается обязательно нажимайте ему репорт и сообщайте о том что это фейк аккаунт и пишите скам мошенник спасибо вам за поддержку и мы начинаем а точнее продолжаем вот у нас был пост про корреляцию с индексом доллара посмотрите да то что предыдущие пике индекса доллара совпадали с дном рынка по биткоину и предыдущие лаи по индексу доллара совпадали с пиками бычьего рынка и сейчас у нас по идее пик индекса доллара ну или где-то близко к пику соответственно это low мини медвежьего рынка по биткоину который у нас был который я все еще считаю бычим на макро таймфрейме но кто-то говорит что он медвежий нос что интересно что сейчас индекс доллара летит наверх посмотрите и крипта тоже отскакивает вот и вопрос конечно же в том индекс доллара отвалится ли вот от этой локальной линии сопротивления пойдет вниз что подтвердит бычий рынок крипты акции всего остального это кстати зона в которой он находился последние много лет собственно все вот три бычих рынка крипты они были вот здесь или же он пойдет сейчас переписывать новые хаи потому что индекс доллара это же что это по сути отношения доллара к другим фиатным валютам которые являются еще большим скамом чем сам доллар вот если он пойдет так то в принципе возможно да у нас еще будут какие-то коррекции по фондовому рынку точно и возможно и по крипте но пока мы этого не видим пока мы видим что биток уверенно отскочил внутри дня но опять же на недельном таймфрейме этого еще даже не видно у нас на недельном таймфрейме картина плачевная мы никак не пробиваем сетку можно сказать ложный пробой и мы собираемся вниз и это медвежий рынок все продавайте шортите как говорится на всю котлету кто не понял это был сарказм а глобально еще более глобально на двух недельном таймфрейме мы удерживаем сетку и мы отскакиваем от него как бы от поддержки и можем говорить о том что сейчас будет продолжение бычьего импульса то есть на самом деле смешанная смешанная история по тех анализу честно говоря тут сложно торговать четырехчасовик биток находился в даун тренде вот тут был хороший уровень который мы пробили ниже вот это я считаю как раз является ложным пробоем потому что посмотрите какое бычье поглощение эта свечка закрыла все предыдущие несколько красных свечек зеленая свечка поглотил весь этот дамп сейчас очень важно будет удержать этот уровень не слиться дальше вниз а закрепиться на сетке и мой риббон в районе 40 41 тысячи и потом полететь еще выше тогда да тогда мы будем говорить о бычьем раскладе для битка на часовике мы уже пробили эту сетку и вот сейчас опять же мы должны удержать его как поддержку это уровень 39 900 примерно ниже которого нам бы нежелательно спускаться случае продолжения тренда но что интересно про вот этот уровень который мы держали 40 с небольшим была огромная плита огромная плита по 39 и собственно она держала этот уровень цены 40 тысяч но потом эту плиту сместили вчера в момент дампа сегодня вот с утра и сместили на 38 и мы упали ровно туда тенью кольнули и оттуда отскочили принципе всю эту дорогу все падение эти ордера смещали посмотрите вот они были здесь потом здесь здесь но в итоге в какой-то момент они удерживали цену и выталкивали обратно но здесь нам встречался встречный продавец то есть сейчас чего я жду логично было бы чтобы нас сейчас вы толкали наверх и вот тут встретиться опять встречный продавец будет нас ждать вопрос в том что вынесем моего вперед ногами или нет потому что вот кто-то пишет вот типа сейчас еще разок сквязанет и потом только туза мун так то вы правы да вот видите вчера можно было подождать и перезайти чуть ниже но прикол бычьих рынков в том что в какой-то момент это перестает работать и ниже не дают все ждут этого сквиза выходит и тут ракета просто берет и улетает вот так поэтому тут вопрос опять же ваших горизонтов вашего стиля трейдинга если вы краткосрочный скальпер то вы можете конечно торговать эту волатильность пробовать предугадать все движения рынка но по своему опыту говорю что это очень сложно и как правило вы начинаете попадаться в ловушку своего эго своего сознания начинаете бегать как на эти собака за своим хвостом и ничего не успевать продавать внизу покупать наверху вот к чему это приводит а более долгосрочные движения забирать на мой взгляд легче по крайней мере я так торгую как вы наверное знаете вот я все еще держу лонги мне очень хотелось их сегодня закрыть но я почувствовал что не надо этого делать хотя была возможность закрыть небольшом минусе там переходжироваться что-то из золота взять но я не стал этого делать потому что еще раз говорю считаю что это был ложный пробой вот посмотрите кстати говоря на фемиксе как это очевидно видно вот мы были в канале стукались об поддержку несколько раз и вот он случился ложный пробой и мы вернулись снова быстро в канал как мячик из-под воды выпрыгнули видите принципе как это было и вот здесь не дают битку опуститься ниже 40 тысяч глобально это потому что это подарок нормальные люди понимают что по 39 биток по 38 это подарок да и по 40 и по 42 это подарок поэтому все еще придерживаясь своего глобального плана наверх думаю что мы сейчас начнем очень резко отскакивать как раз пока никто этого не ждет все ждут цен ниже золото вчера мы смотрели на стриме очень неплохо открылась вот такими вот свечками но после этого смотрите его снова сдули туда же в зону интереса я разгрузил там пятую часть своей позиции вот на этих уровнях и сейчас думаю снова можно в нее перезаходить собственно у меня было 100 тысяч контрактов сейчас стало 80 на бирже фемикс торгую золотом почему это делал да потому что спеку ли это была спекулятивная часть позиции понимаете я ее тут сбросил тут могу перезайти или чуть ниже перезайти но это чревато тем что вы смещаете точку входа если у меня . входа 1929 вот то перезаходя здесь я буду смещать ее куда-то сюда но надо понимать что если вы работаете по тренду то это нормально вы можете смещать точку входа постепенно потому что тренд тоже как бы растущий и минимумы тоже постепенно повышаются надо это понимать и честная справедливая цена становится все выше и выше как и у золота друзья так и у биткоина поэтому еще раз вам говорю отдаляясь не забывайте что вот эти 60 тысяч это была очень перекупленная цена для биткоина потому что на самом деле мы тогда были недавно 20 10 и так далее все кто говорят что рынок медвежий просто вспомните биток меньше двух лет назад стоил 9000 долларов вот соответственно это был конкретный перекупленный момент это был памп и дамп вот эти 69 тысяч долларов они тоже были перекуплены но уже меньше потому что смотрите здесь справедливая цена уже была где-то 25 30 тысяч а здесь уже 39 45 тысяч судя по нижним границам сетки м и риббон понимаете а сейчас справедливая цена все там же на 42 45 тысяч долларов а мы стоим ниже справедливой цены то есть здесь мы стоили выше справедливой цены а здесь мы стоим ниже справедливой цены это очень просто понять если посмотреть на сетку и м и риббон просто отключив график вот справедливая цена биткоина не было никаких шестидесяти четырех шестидесяти девяти тысяч а вот 30 были понимаете первый раз а вот второй раз после дампа не было никаких тридцати честная цена со временем растет вот и все поэтому тут надо понимать очевидные вещи что мы имеем дело с бычьим рынком и все шартисты будут наказаны поэтому ребятушки сегодня такой короткий обзор дисклеймер не финсовет все ссылки в описании торгуем аккуратно подписываемся наш канал нас уже практически 90 тысяч подписчиков делаем ваши ставки кто пробьет 1 100000 мы или биток кто идет на серебряную кнопку спасибо что смотрите всем профитроли с вами был гриня и увидимся в следующих видосах пока а